Самые громкие заявления президента в Одессе, не настоящая бомба в области и скандал в агентстве недвижимости. Далее об этих и других событиях более подробно в студии Игорь Буренко. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко в Одессе. Первым делом он встретился со студентами морской академии. Общался с ними недолго, около получаса. Но за это время рассказал, как 30 лет назад пытался поступить в этот вуз и как верит в силу будущих моряков. Я верю в то, что все в нас получится. И военно-морские силы будем иметь. И морские ворота побудем. Своим первым местом для визита морскую академию президент выбрал неспроста. Учебному заведению Петр Порошенко делает подарок. Студенты морской академии остались под впечатлением после приезда Петра Порошенко. Говорят, речь главы государства их вдохновила и мотивировала. Понравилось то, что рассказывал, что в вышку поступил и вообще хорошо говорил об этом месте. Я узнал об этой профессии где-то в классе третьем. И понравилась как бы романтика, вообще мир увидеть. И суда нравится. Меня вдохновила его речь, честно говоря, о будущем нашей страны. Я доволен. Хотел бы побольше чего-то там особенно, когда будут корабли. Например, когда спустят в Украину Владимира Великого. Потому что мы их ждем уже лет 10. После этого на Приморском бульваре прошла церемония присяги новой полиции. На мероприятии присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который напутствовал новых правоохранителей. Уже сегодня сотня полицейских приступит к автомобильному и пешему патрулированию Одессы. Управление Стрункова. Я, усведомлюючи свою высокую ответственность, урочисто присягаю. Я уверен, что Одесская полиция повторит успех своих киевских побратимов. Сегодня на улице Одессы выйдут 100 новых патрульных полицейских. Об этом сообщил глава новосозданного управления Богдан Федун и рассказал о графике работы новой службы. Патрули будут работать что ночью, что днем, круглые сутки. Они будут просто меняться. Будет пеший патруль, который будет ходить по той территории, где автомобили не проезжают, где большое скопление людей, где людям нужна помощь и защита. Сегодня выходит близко 100 человек. Думали, что бомба, а оказалось муляж. В Белгороде-Днестровском подозрительный предмет обезвреживали с помощью робота гидравлической гранаты. Он оказался невзрывоопасным. Ненастоящую бомбу у центрального входа завода «Гемопласт» обнаружил охранник во время обхода территории вечером. Подозрительный предмет находился в полиэтиленовом пакете красного цвета с проводами и светодиодной лампой. На место происшествия выехала следственная оперативная группа Белгород-Днестровского отдела милиции, взрывотехники и представители других служб. Одесский военный госпиталь принял очередное пополнение 28 бойцов из зоны АТО. У 13 из них огнестрельные, пулевые и осколочные ранения. Военно-медицинский клинический центр Южного региона военных доставили авиационным санитарным транспортом. Подробности у Юлии Федоровой. Самолет прибыл из Запорожской области. На борту трое тяжелораненых и еще 11 человек с различными травмами. Остальные с острыми хроническими заболеваниями. Самый тяжелый пациент Виктор Каталь. Сейчас боец находится в реанимации. Врачи-офтальмологи готовят его к сложной операции по восстановлению зрения. Имеется множественное огнестрельное следствие минно-зрывной травмы, ранения. Тулучек, конечности, лица с повреждением органа зрения. На данный момент он у нас практически уже парень по внешним параметрам находится в реанимации, стабилизирован. Уже на следующей неделе ждут возвращения в Одессу Виктора Жукова. В начале лета боец 28-й бригады в результате осколочного ранения остался без обеих ног. Протезирование и реабилитация проходили в городе Баден-Баден в Германии. Оттуда Виктор вернется уже на ногах. Он идет на выздоровление. Уже пошли первые примерки, которые у немцев на третьи сутки уже выполняются. И есть большие шансы хорошие, что парень вернется уже полностью с протезами и уже будет, как говорится, активным. На сегодняшний день в военном госпитале на лечении и реабилитации находятся 114 бойцов. Только в этом году здесь получили помощь 2700 военных. В их числе 600 тех, кому из-за тяжелых увечий требовалось по несколько операций. Одновременно врачи продолжают трудиться и на передовой. В ближайшее время в мобильном госпитале проведут очередную ротацию. Там нам предстоит порядка где-то 20 врачей и порядка 40 сестер среднего персонала. А в целом где-то под 80 человек, которым нам необходимо будет обеспечить, произвести ротацию сотрудникам, тем, которые сейчас находятся на передовой. В этом году в Одесском национально-медицинском университете собираются возродить военную кафедру. Здесь будут готовить медиков для работы в военно-полевых условиях. Юлия Федорова, Андрей Кульба, 7 канал. Они хотели снять квартиру в Одессе, чтобы отдохнуть у моря, а оказались с чемоданами на улице. Семья из Черкасс обратилась в агентство «Мир квартир». Там с них взяли полторы тысячи гривен и дали адрес, которого нет на карте города. Когда гости поняли, что стали жертвами обмана, попросили вернуть деньги, но получили отказ. Возвращать средства пришлось вместе со съемочной группой 7 канала. Подробности у Татьяны Милимко. Это не бракованный кадр. Это рука на объективе камеры, принадлежащая сотруднику агентства недвижимости. Вот он. Агрессию спровоцировал визит недавно еще желанных клиентов агентства. Семья из Черкасс приехала в Одессу погостить. Врачи рекомендовали детям морской воздух. Жилье решили найти через газету. Обычным способом купили газету и через газету просто позвонили по номеру, который нас устраивала цена. Нам пообещали, что нас устроят на вечер уже. И деньги взяли. Договор подписали и все. Деньги не вернули и квартиру не нашли. Дальше по классической схеме. В агентстве дали номер телефона хозяйки квартиры, сообщили улицу, номер дома и вместо Черного моря – море обещаний. Приехав по адресу, оказалось, что такого даже на карте Одессы нет. А якобы владелица жилья и вовсе выключила телефон. Мы приходили, говорили, что вы же обещали нам, что мы на вечер устроимся, потому что мы с детками приехали. И получается так, что остались на улице. Верните наши деньги. Ни квартиры нету, ни денег. Ну, нам обещали за семь дней. Семь дней прошло, никто нам денег не вернул. Агентство недвижимости «Мир квартир» расположено на Малой Арнаутской, 86. Здесь предлагают самые низкие цены на аренду жилья. Семьи взяли полторы тысячи гривен. Каждый день обещали вернуть средства, но так и не возвращали. Очередной визит встречают вот так. Здравствуйте. Семной телеканал. Мы хотели подчинить, как происходит у нас для денег. Глупо не другое. Камер не другое. В забаррикадированном кабинете сотрудница агентства показывает договор. Здесь пишется срок на один месяц. Где пишется срок? Ну, это я вам образец дала. В основном в договоре пишите. А на договоре здесь в договоре указан срок. Показывает мне на прочих. Здесь ничего не указано. Ее коллега вызывает охрану. Увидев камеру, те ретировались. Перед входом в «Мир квартир» ожидает визита Валентин. Он из Кировоградской области. Причина все та же. Обещали, обманули, деньги не возвращают. Откидывает на какую-то Татьяну Петровну. Там номер был. Он номер не отвечает вообще. Постоянно, каждый день футболили. Дальше и дальше отфутболивает и все. Агентство недвижимости «Мир квартир» с Малой Арнаутской периодически проходит в новостях, как нечестная на руку организация. Кстати, она сменила не одно название. Пик работы – туристический сезон. После ряда скандалов агентство продолжает предлагать свои услуги. На этот раз после долгих разговоров с кем-то по телефону в «Мир квартир» приняли решение вернуть людям средства. Но без камеры. Вернули так, как я и платила. С самого начала 1500 верну. Лучше, конечно, обходить стороной. Надо просто все или предоплату какую-то, или вообще деньги на руки не давать, пока реально не снимешь квартиру. Пока ключи не заберешь. Да, потому что обман полным ходом. Спасибо. Мы обязательно вернемся. Татьяна Милимко, Алексей Филиппов. Седьмой канал. Одесситов будут учить навыкам социального предпринимательства. Со 2 по 6 сентября в нашем городе пройдет «Импект-лэб» – программа обучения для проектов в данной сфере. Завершит четырехдневный марафон инвестиционный форум. Что такое социальное предпринимательство? Это когда вы какие-то социальные проблемы решаете с помощью бизнес-методов. То есть вы и зарабатываете, может быть, меньше, чем бизнес, но все же зарабатываете, как минимум окупаете себя. А с другой стороны еще и решаете социальные проблемы. Явление социального предпринимательства, активно применяемое на Западе с 60-х годов прошлого века, в нашей стране до сих пор воспринимается как некая новинка. А между тем это рабочая модель. Ее вполне можно применять в наших реалиях, говорят организаторы. Очень много в менталитете потребности. А давайте государство нам даст или давайте государство за нас решит. Вот для того, чтобы немножко поменять эту часть менталитета и показать, что на самом деле социальную проблему можно решать и снизу, и при этом еще делать ее окупаемой, предпринимательской, прибыльной даже, наверное, это основа того, зачем мы все это начинали. На выходе организаторы хотят получить практически полный цикл проектов социального предпринимательства. В Украине по-прежнему самая большая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Острый коронарный синдром несет большую угрозу жизни для пациента. Врач-кардиолог высшей категории Александр Слободян призывает людей заботиться о своем здоровье. Количество пациентов, страдающих хроническими формами ишемической болезни сердца, возрастает. Этому способствует, опять же, наш неправильный образ жизни. Население стареет. Плюс сопутствующие заболевания, такие как диабет, гипертония, способствуют, ускоряют эти процессы развития ишемической болезни сердца. Да, то есть количество пациентов растет. Ну и смертность, к сожалению, тоже пока не снижается. По словам врача, болезнь можно предотвратить. В Одесском регионе разработана особая методика спасения пациентов с острым коронарным синдромом. Для этого в областном кардиологическом диспансере есть современное оборудование. Однако сами больные зачастую поздно обращаются за медицинской помощью. Украинский флаг длиной в целый километр развернули в поселке Заток. Осине-желтое полотно одесситы подняли вверх и полчаса держали на вытянутых руках. Флаг такой величины в нашей области презентовали впервые. Своими глазами его видела Ольга Голодова. Такого длинного флага одесситы еще не видели. Сине-желтый государственный символ длиною один километр развернули отдыхающие в Затоке. Зрелище невероятной красоты. Организаторы говорят, что создать такое полотно было не тяжело, ведь все делали дружно и с душой. Размеры полотна это один километр в длину и три с половиной метра в ширину. Флаг будет сохранен и мы надеемся, что с каждым годом мы будем дошивать все больше и больше кусочков, которые бы удлиняли эту набережную. С тем, как будет расти набережная, будет расти флаг. Сначала организаторы вдоль набережной расстелили желтое полотно, следом за ним синее. Процесс занял несколько минут и площадка для флешмоба готова. Осталось только поднять флаг и соединить два цвета. Отдыхающие и обычные прохожие к акции присоединяются быстро и охотно. Видели ли вы раньше такой длинный флаг Украины? Ну нет, вот только когда была хода по Майдану, вот только по телевизору. Вот и все, сама не участвовала. А сейчас что чувствуете? Ну интересно, очень захватывающе. Вообще все очень круто в этом году. Гордость берет, когда вот так народ весь группировался и поднял этот флаг. Очень приятный, просто приятные воспоминания. Особое ощущение, все-таки так, это же не просто полотно, это флаг Украины, приятные. Украина, дом, это то, куда я хочу возвращаться после всех моих путешествий, то, куда я еду обратно. Это все мои родные, это то, где я чувствую себя комфортно. Самых-самых-самых-самых-самых радостных моментов побольше. Еще пожелаю красочного неба над головой, хотя оно и так красивое. В патриотической акции ко Дню независимости Украины поучаствовали Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Андрей Кульба, Седьмой канал. Еще один флаг, но вечером и в центре города взмыл в небо. Под гимн Украины на воздушных шарах. Там побывала и наша съемочная группа. Вот таким стал яркий финал вышиванкового фестиваля. Несколько тысяч одесситов и гостей города под национальный гинн выпустили в небо на воздушных шарах флаг Украины. Лучше дело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого рода. Флаг длиной 5 метров в небо улетает медленно. Его поднимает 400 шаров. Стяг нашей страны означает для меня символ независимости. Кольори, которые, власне, блакитные, жовтые, это просто ряда наша ненькая Украина. И куда бы нас, мабуть, не заносила доля, эти кольори означают, особенно для нас, украинцев, что-то очень особенное и очень сильное. Это очень особенное святое, потому что, кажется, в этот год, как никогда, мы осуществляем правильную независимость Украины и чего она нам стоит. На такой эмоциональной ноте вышиванковый фестиваль 2015 завершился. Украинцы с нетерпением ждут новых эмоций в следующем году. 10 тысяч саженцев в возрасте от 5 до 7 лет – это огромный массив зеленых насаждений. Высадок деревьев в таких объемах в Одессе не помнят даже специалисты-экологи. Уже в октябре в нашем городе стартует масштабная акция по озеленению. Ее инициатор, известный меценат Аднан Киван, в эту субботу лично выбирал лучшие саженцы в подарок одесситам. Деревья не просто высадят им, а обеспечат надлежащий уход. До старта всегородской эко-акции по высадке 10 тысяч деревьев еще целый месяц. А инициатор акции, меценат Аднан Киван, уже в минувшую субботу лично выбирал лучшие саженцы в подарок одесситам. Однозначно появится скоро на улицах города Одессы 10 тысяч деревьев. Мы это с помощью Бога сделаем. Мы хотим это делать достаточно профессионально и ухаживать за эти деревья в дальнейшем. Потому что, как вы видите, тема купить – это один шаг, это многомиллионные акции. Привести – это второй шаг, посадить – это третий шаг. А четвертый, самый главный, на мой взгляд, ухаживать как минимум первый год-два. Закупаться будут деревья всех видов – и лиственные, и хвойные. Главный критерий отбора – пожелания одесситов. Все, что хотят одесситы, мы слышим, услышим и реализуем. Да, то, что касается тех деревьев, тех кустов, которые мы будем высаживать, то, естественно, они будут высаживать с учетом рекомендаций агронома, который говорит о том, какая корневая система должна быть, где должны быть укрепляющие деревья. Деревья под высадку будут отобраны самые лучшие. Лесное хозяйство, в котором саженцы закупаются, настроено на длительное сотрудничество. Это прекрасная акция. Это вообще за мной годы, мы лично, как выращиваем посадматериал, мы ждали такого клиента, который все-таки решился сделать наш город прекрасным, цветущим. Ну, Одесса есть Одесса, и хочется, чтобы она цвела и всегда было, как говорится, легко дышалось. Посадматериал, который у нас есть, мы постараемся выбрать один лучший из лучших. В успехе предстоящей акции уверены все. Дай Бог, я вас веру и надеюсь, с помощью Бога мы это сделаем. Сделаем легко и будем радовать одесситов на долгие-долгие годы. Высадят первые саженцы в Одесский грунт уже в октябре. Принять участие во всегородском празднике зелени может каждый желающий. Звоните на номер 726-3226 и предлагайте места высадки деревьев. Вместе озеленить Одессу будет легче. Татьяна Милимко, Сергей Бандру, Алексей Сорокин, 7 канал. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала вы можете на официальном сайте, в Твиттере и в соцсетях. Итоги дня подведем, как всегда, в 8 часов вечера. Оставайтесь седьмым. Редактор субтитров А.Семкин